Добрый день! Новости на канале БТБ. Спасибо, что смотрите нас. В Луганске во время артобстрела погибли трое мирных жителей, пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Кроме того, в результате стрельбы в городе повреждены здания колледжа Луганской государственной академии наук, а также троллейбусное депо и ряд жилых домов. За минувшие сутки на улице города обнаружили 13 неразорвавшихся боеприпасов. На трассе Киев-Харьков-Довжанский террористы взорвали автомобильный мост. Инцидент произошел около пяти утра возле села Роты Артемовского района Донецкой области. Обломки путепровода упали на железнодорожные рельсы. Движение транспорта на этом участке сейчас закрыто. Объезд организовали через дорогу Красный Лиман-Артемовск-Горловка. Об этом сообщает пресс-служба Украфтодора. Напомним, за последние дни боевики провели уже целую серию взрывов на железной дороге. Только 7 июля они разрушили несколько мостов на Донбассе. Украинские силовики уничтожили две установки ГРАД, которые использовали террористы. Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев. По его словам, в районе Дмитровки наши артиллеристы нанесли прицельный удар по определенной позиции боевиков. Следствием которого и стало уничтожение боевых машин. Напомним, в Нацгвардии уже неоднократно отмечали, что их подразделения на вооружение установок ГРАД не имеют. Украинские военные обезвредили скрытый штаб террористов в Славянске. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Спецподразделения вооруженных сил Украины вывезли два грузовика боеприпасов и вооружения, брошенных террористами. Напомню, 5 июля силы антитеррористической операции взяли под контроль Славянский Краматорск Донецкой области. Официальный Киев не будет вести переговоры с представителями так называемой Луганской Донецкой Народных Республик. По словам замглавы администрации президента Валерия Чалова, ни о каких официальных переговорах с террористами речь не идет. Это недопустимо. Однако контактная группа при участии представителей АБСЕ, посла Российской Федерации Михаила Зурабова и второго президента Украины Леонида Кучмы, готовой далее проводить консультации. Наша страна сделала все возможное для мирного разрешения ситуации в ее восточных регионах и эту инициативу поддерживает вся Европа. Инициативы президента, касающиеся реализации его мирного плана, социальные проекты по гарантиям прав жителей всей Украины, проекты из конституционной реформы одобрительно поддерживаются сегодня в Совете Европы и в Евросоюзе. За минувшие сутки трое военнослужащих сил антитеррористической операции погибли и четверо получили ранения. Среди погибших начальник штаба 5-го батальона территориальной обороны, которого убил снайпер. Боевики и далее продолжают обстреливать пограничников. Сегодня ночью они открыли огонь из минометов по пункту пропуска Успенка в Донецкой области. Попытку нападения наши пограничники отбили. За последние сутки незаконными вооруженными формированиями было произведено 6 обстрелов блокпостов и позиций подразделений вооруженных сил Украины в районах Луганск, Дьяково, Веселая гора, Лисичье, Мариновка, Счастье. Ситуация на украинско-российской границе остается напряженной. Президент Петр Порошенко поручил Генеральной прокуратуре и Министерству иностранных дел разобраться в ситуации с украинской летчицей Надеждой Савченко и поспособствовать ее скорейшему освобождению. Ранее МИД Украины выразил решительный и категорический протест в связи с незаконным вывозом Надежды Савченко в Россию. Украина решительно протестует в связи с противоправными действиями российской стороны и требует безотлагательного предоставления украинским официальным представителям полной и исчерпывающей информации об обстоятельствах вывоза Надежды Савченко в Россию и объективного расследования этого факта, наказания виновных и немедленного допуска гражданки Украины украинского консула, освобождения ее из-под стражи и возвращения на родину. Ранее МИД Украины Суд постановил оставить женщину под арестом до 30 августа включительно. Савченко обвиняется в пособничестве в убийстве двух и более лиц с общеопасным способом по мотивам политической ненависти. Судом в отношении Савченко избраны меры пресечения в виде ареста. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк настаивает на скорейшем привлечении к ответственности всех лиц, причастных к сепаратизму, в том числе и народных депутатов. Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина. Говоря о том, что во вторник Минюст подал иск в отношении запрета Компартии Украины, Арсений Яценюк сказал. Это запрет не политической партии, а тех, кто подрывает украинскую независимость. Подать соответствующие материалы в суд и в парламент с целью отмены депутатской неприкосновенности и привлечения к ответственности всех тех, кто поддерживает террористов, сепаратистов и других бандитов, которые посягают на украинскую независимость. Премьер-министр также сообщил, что в правительстве подсчитали предварительный объем восстановительных работ, которые необходимо осуществить в Донецкой и Луганской областях. На это потребуется свыше 8 миллиардов гривен. Кроме того, Арсений Яценюк сообщил, что Украина выполнила все критерии кредитной программы сотрудничества «Стендбай», «ЗМВФ» и рассчитывает, что фонд выделит нашей стране второй транш кредита. Несмотря на напряжение в Восточной Украине, общая ситуация в регионе улучшилась. Об этом заявил пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Батюркив. Однако существуют проблемы с жизнеобеспечением некоторых населенных пунктов. Например, в Славянске есть перебой с водоснабжением, трудности с получением выплат, а многие магазины вообще закрыты. Вместе с тем Батюркив отметил стремление украинских властей наладить жизнедеятельность в этой местности. Напомним, в данное время в нашей стране работает около 300 наблюдателей. По результатам их мониторинга руководитель миссии в четверг в Вене представит отчет по ситуации в Украине. Евросоюз ведет новые санкции против России. Сегодня Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС расширит ограничения второй фазы, а именно решит, кому еще из россиян запретить въезд на территорию Евросоюза и чьи активы заморозить в связи с конфликтом на Донбассе. Заседание Комитета состоится во второй половине дня, решение примут вечером. Напомню, позавчера представители стран-членов ЕС оценили ситуацию в Украине и договорились продлить ограничительные меры в отношении Федерации. К санкциям Евросоюза присоединились еще пять европейских стран. Об этом сообщил Совет ЕС, который утвердил соответствующие черные списки еще в мае. Теперь санкции ЕС поддержали страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. Черногория, Исландия и Албания, а также Лихтенштейн, Норвегия и Украина. В этих странах против фигурантов черного списка будут действовать визовые и экономические ограничения. В санкционный список ЕС входит больше 80 граждан России и Украины, а также две компании. Украинские мировые фондовые индексы далее. Спасибо вам, что вы были с нами. Надеюсь, так будет и далее. И до встречи ровно в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова